Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Дальше и пару минут, ведь Джеймс Ганн умудрился сослаться даже на Властелина Колец, так что не будем терять времени. А для начала разберемся с сюжетом, который трейлер нам продемонстрировал. Обновленный отряд самоубийц, собранный по схеме старого, в фильме отправится как минимум на две миссии. Первая, призванная познакомить нас с командой, миссия по освобождению Харли Квинн. Ну а вторая и главная отправка на остров Корто-Мальтезе, чтобы разрушить немецкую тюрьму времен Второй мировой, где по совместительству проводили ужасные эксперименты. Ну а попутно нужно свергнуть бананового диктатора, управляющего южноамериканской страной. В реальном мире эта ситуация может быть знакома многим геймерам. Сегодня рынок комплектующих для ПК — это пустые прилавки с примесью видеокарт по ценам ПО-автомобиля. Брать, откровенно говоря, не из чего, но играть-то хочется. И что ж тогда делать? Конечно, скорее переходить на gfn.ru. Благодаря современным технологиям облачного гейминга, вы можете уже прямо сейчас катать в самые требовательные современные игры на старом и слабом компьютере — маке, айфоне, андроиде и даже в браузере. На сайте представлены более 800 различных проектов, и каждую неделю добавляются новые. А новинки так и вовсе появляются на gfn в день релиза. Вы уже можете поиграть в Cyberpunk, Hitman 3 и побегать по заснеженным просторам Assassin's Creed Valhalla. С gfn вам больше не нужно волноваться о том, потянет ли игру ваша видеокарта и хватит ли места на жестком диске. Вам не нужно ничего устанавливать и ждать долгих загрузок обновлений. Все это за вас уже сделал сервис. На gfn.ru есть крутая пробная бесплатная подписка с небольшими ограничениями и премиум-версия, с которой вы получите приоритетный доступ к серверам и крутые бонусы от издателей и графические технологии от Nvidia, вроде трассировки лучей RTX, о которых мечтает каждый. А еще увеличенные шестичасовые игровые сессии. Уже готовы покорять новые высоты гейминдустрии? Тогда скорее переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и играйте в самые топовые игры на любом устройстве уже сейчас. И не забывайте наш промокод, он даст 10% скидки новым пользователям. Где-то в процессе на поверхность вылезет гигантский Патрик, акула будет кушать людей, а Харли Квинн шутить не смешные шуточки. Впрочем, теперь подробнее. Трейлер сразу несколько раз заострил внимание на том, что команду разделят на две части. Впервые деление мы видим в миссии по спасению Харли. В веселеньком автобусе находится отряд под руководством Рика Флэга с Бладспортом, Джонни Синой и другими ребятами. А на секунду на мониторе Аманды Уоллер мелькает вторая команда. Позже трейлер покажет ее на фоне американского флага. Там можно заметить Капитана Бумеранга, Йонду, Ната Филлиона, Уизла и других ребят. Первая же команда также получила крупный кадр, но в самой концовке трейлера. Видно, что к оригинальному составу своих спасителей присоединилась Харли Квинн. А Рик Флэг, в свою очередь, появился в составе обоих отрядов. И не нужно быть гением, чтобы понять, что экранное время между командами будет распределено очень несправедливо. Очевидно, что собрав вместе Маргу Робби, Идриса Эльбу, Джона Сину и господина Киномана, Джеймс Ганн будет по полной использовать именно их. А вторые ребята, похоже, будут постоянной группой прикрытия. Плохие новости для любителей Капитана Бумеранга. Его на экране, видимо, будет немного. Но, слава богу, что его вообще вернули. Как вернули, на удивление, много персонажей оригинального фильма. Помимо Харли и Аманды Уоллер, внезапно жирную роль снова получил Рик Флэг. Впрочем, насчет него есть сомнения. Хоть в трейлере заместителя Уоллер и много, в одном из кадров Писмейкер говорит, что лидер Блад Спорт. А значит, с официальным лидером что-то произошло. Вообще, бородатый Слив гласил, что где-то в начале фильма Рика Флэга банановые диктаторы захватят в плен. И вторая миссия будет посвящена в том числе его освобождению, что в целом логично и перекликается с трейлером. Именно Рик Флэг произносит фразу, что отряд самоубийц своих не бросает. В Голливуде это означает только одно. Того, кто произносил громкие слова, самого захватят в плен. И оставшаяся часть команды, вдохновившись громкими словами, станет его искать. Но, вернувшись к первому фильму, напомним, что проект Джеймса Ганна не является полной перезагрузкой. Это мягкий перезапуск, и события прошлой части никто не отменял. Как и события хищных птиц, после которых Харли вообще-то была на свободе. Ганн, судя по трейлеру, отдаст дань уважения обоим предшественникам. От оригинального отряда взят принцип формирования отряда и Аманда Уоллер. И слова Майкла Рукера о знаменитом отряде самоубийц. Значит, что миссия с Чаровницей не забыта, ведь трейлер на нее прямо отсылается. А еще взяты пасхалочки, ведь в одном из кадров видно, что часть команды тусуется в баре. Как тут не вспомнить, что сцена в баре первой части является одной из лучших. И именно она заложила фундамент отношений между командой. В сиквеле, как мы увидели в трейлере, атмосфера будет повеселей. Собственно, как и сам фильм. Ну а от хищных птиц Ганн взял цветастые эффекты Харли Квинн, где вокруг нее постоянно летает что-то яркое. Будем надеяться, на этом заимствование закончится. Ведь, по крайней мере, костюмчики Харли Ганн запилил прекрасные. Взял Ганн и частичку отряда самоубийц в виде Грута и ракеты. Ракетой, как и в Марвел, будет его брат, который на этот раз сыграл лижущего стеклого изла. Несмотря на то, что в комиксах парень был человеком и лишь надевал костюм для убийств, у Ганна это полностью анимированный Харек. Так сказать, ракета, только менее милый. Ну а все черты Грута перенял Кинг Шарк. Акула такой же глупенький, милый и смертоносный. Как и в случае с ракетой, прообраз персонажа Ганн пропустил через мясорубку и изнасиловал. В фильме точно не стоит ждать сюжетов и диалогов уровня Кристофера Нолана. Нас ждет самый большой трэш в истории. И, к счастью, с рейтингом R. Причем студия даже трейлер выпустила со взрослым рейтингом. Хотя обычно для них берут относительно миролюбивые кадры. Ну или хотя бы замазывают кровь, чтобы не рубить трейлеру потенциальные просмотры. Раз трейлер выпущен сразу красным, значит в фильме Рвани еще больше. И что студия, что Ганн даже не пытаются создавать вид детского кино. И это хорошо. Как хорошо и видеть в актерском составе сразу кучу ребят первой величины. Персонажей мы подробно разбирали в одном из прошлых роликов, ссылку на который прикрепим в описании. А сейчас пройдемся по тем, с которыми либо были непонятки, либо со времен первого трейлера что-то поменялось. Начнем с команды Капитана Бумеранга. Помимо него самого из ключевых актеров там оказались Майкл Рукер и Натан Филлион. Первый сыграет Саванта, компьютерного гения и Бэтмена на минималках. В комиксах он мало чем отметился, кроме того, что под пытками первый сломал и предал отряд. Ну а Натан Филлион Ти Ди Кей, способный отрывать свои конечности и швыряться ими. В общем персонажи мемные и абсолютно несерьезные. А учитывая, что Филлион в супергероике появлялся разве что с Камео, а Майкла Рукера Ганн позвал в проект шутки ради, вывод очевиден. Что Уизл, что Черный Защитник, что Монгол, что Джавелин, предназначенный для шуток и веселых смертей. Максимум, на что можно рассчитывать, это среднее экранное время для одного-двух героев этого кадра. А со второй частью команды все сложнее. В ней тоже определенно есть исключительно мемные ребята. К примеру, Рэд Кэтчер 2, которая обменивается с Бладспортом фразочками о том, кто кого спасет. Почему в ее имени цифра 2? Потому что оригинального Рэд Кэтчера угомонил Бэтмен. А сама девушка его ученица, которая также обладает способностью управлять крысами. И, как мы видели в трейлере, является для Бладспорта чем-то вроде дочери. Крупный кадр команды демонстрирует, что в определенный момент фильма на нее наденут и маску, которую мы видели в промо-изображениях. К слову, в этом же кадре справа можно увидеть шагающую фигуру, ну очень похожую на Диабло из первого фильма. Идентифицировать парня мы не смогли, но в касте отряда оригинальный актер не числится. Есть лишь Хулио Руиз, роль которого до сих пор не подтверждена. Так что надеяться, скорее всего, не стоит. Это будет кто-то новый. Ну а помимо войск диктатора, битва с которыми не раз показана, биться отряд будет со Старро. Который выглядит как экранизация Спанчбоба. И одновременно трейлер сравнивает его с Кайдзю, что тоже логично. Старро – древнейший персонаж комиксов DC. Он появился аж в 1960 году и сражался с первым составом Лиги Справедливости. Там он был инопланетянином, способным поглощать энергию в любых количествах, включая даже атомные взрывы. А еще Старро умеет бросать споры, которые, прикрепляясь к людям, берут их под контроль злодея. Так что можно запасаться попкорном и предвкушать, как некоторые члены отряда будут драться друг с другом. Сомнительно, чтобы мемный отряд самоубийц Ганна адаптировал для Старро оригинальную историю из комиксов с инопланетянами и параллельными мирами. Учитывая, что штурмовать команда будет бывшую тюрьму нацистов, логичнее предположить, что Патрик является одним из экспериментов, который запустит банановый диктатор. И, пожалуй, самая важная деталь, которую нам показал трейлер, заключается в дубляже. Скрывайтесь от русской версии и опасайтесь ее, стараясь найти кинотеатр, где крутят английскую версию с субтитрами. В отряде самоубийц будет куча мата, которую у нас заменят на слова вроде «черт» и «козел». А также гора шуток, которые из-за матерности тоже адаптируют во что-то безобидное. Не верите? Посмотрите оригинальную версию трейлера и дублированную. В русской версии во время прогулки по лесу Бладспорт и Писмейкер шутят про целование поп, а в оригинальной озвучке трейлера фигурирует другой процесс и мужские половые органы. Про кучу посыланий друг друга матом и прочие бранные слова упоминать даже не будем. Все это будет адаптировано и стерилизовано. Мы не говорим, что это плохо и так уж критично. Совсем нет. Зачастую маты в кино не несут смысла и их легко адаптировать. Но огромная часть наполнения отряда самоубийц Джеймса Ганна – трэшовость. У него безумные персонажи, не менее трэшовый сюжет и соответствующая лексика, которую употребляют персонажи. Судя по тому, что мы увидели в трейлере, цензурировать придется добрую треть шуток. Так что, как минимум, если вам не понравится какой-то диалог на русском, не спешите винить Джеймса Ганна. Его диалоги можно будет полноценно оценить лишь в оригинальной версии. Ну а в заключении все же отметим, что омега-вау-эффекта трейлер пока не производит. Но опять же, это не проблема. Судя по кровище и шуткам ниже пояса, нас ждет совсем уж трэш-вакханалия. Джеймс Ганн получил то, о чем мечтал Зак Снайдер на протяжении трех фильмов. И режиссеру отдали полный творческий контроль. И это здорово с точки зрения творчества. По крайней мере, мы увидим фильм таким, как его увидел режиссер. Но все же тех, кто не знаком с творчеством освобожденного атаков Ганна, мы предупредим. Полностью ганновский эксперимент Белко и Супер – это фильмы не для всех. Если вкратце, в одном из них Блевотина разговаривает, а в другом 80 человек убивают. Ну просто так. И отряд уж точно будет провокационным и обсуждаемым фильмом. Хотя бы поэтому, как бы вы ни относились к трейлеру, фильм пропускать будет преступлением. До новых встреч, друзья!